Здравствуйте друзья! Сегодня мы хотели бы с вами поделиться новостью, которая для некоторых из вас уже наверно и не является новостью, потому как информация об этом событии уже прошла на некоторых сайтах и каналах в интернете. Но все же для большей части адвентистского русскоязычного мира это событие осталось незамеченным, потому как то что произошло показывает как скрытно, последовательно и незаметно для спящей церкви сатана все-таки продвигает свои планы. И так что же произошло? А произошло вот что. В субботу 25 января 2020 года представителям церкви адвентистов седьмого дня была подписана историческая экуменическая хартия. Ну и как это относится к нам, спросят ничего не подозревающие и полусонные рядовые члены церкви адвентистов седьмого дня. Я сразу скажу вам что это относится к нам напрямую. В этой программе мы постараемся объяснить вам подробно и ответить на вопросы что было подписано, кем было это подписано и где это было подписано. Но давайте обо всем по порядку. Мы с вами сейчас прочтем информацию о подписании этого документа и вы все постепенно сами поймете. И так была подписана так называемая экуменическая хартия. В подписании этой хартии принимали участие представители от католической, православной, англиканской, методистской и евангелических церквей. Церемония подписания состоялась в Римско-католической церкви Сан-Паоло-Маджори в Болонии, Италии. А теперь то что касается церкви адвентистов седьмого дня. В церемонии подписания, как я уже сказал, участвовал также представитель церкви адвентистов седьмого дня, пастор которого зовут Джованни Какамо. Сейчас вы видите на своих экранах фотографию, на которой запечатлен момент подписания этой экуменической хартии. Слева вы видите представитель от католической церкви, а справа стоит представитель церкви адвентистов седьмого дня. Внизу под фотографией есть подпись, и вот что здесь написано. Католический кардинал Матео Цупи и адвентистский пастор Джованни Какамо подписывают историческую экуменическую хартию. А на этом фото вы видите подписи, которые были поставлены под этой так называемой экуменической хартией. Самая верхняя подпись принадлежит представителю англиканской церкви. Под ней ниже находится подпись представителя церкви адвентистов седьмого дня. И в самом низу стоит подпись католического кардинала Матео Цупи, который представлял там как вы уже поняли католическую церковь. Если бы там на этом подписании не присутствовал представитель церкви адвентистов седьмого дня, то нас с вами эта информация интересовала бы постольку поскольку. Но так как под этим документом, под этой экуменической хартией поставил свою подпись пастор церкви адвентистов седьмого дня, то нам будет с вами интересно узнать что же было в тексте этой хартии и под чем они все там подписывались. Сейчас вы видите текст этого договора или этой хартии на английском языке. Мы разумеется не будем сейчас читать весь текст этой хартии. Под этим видео я оставлю для вас ссылку и все желающие познакомиться с этим документом смогут это сделать пройдя по этой ссылке. Но все же некоторые особенно интересные моменты из этого договора мы сейчас с вами прочтем. Вот вы видите первый раздел этой экуменической хартии. В заглавии этого раздела написано призванные вместе в единство веры. А теперь давайте посмотрим следующее место в этом договоре отмеченное желтым цветом. Вас наверно сейчас удивит когда мы прочтем то что здесь написано. А написано здесь следующее. Мы исповедуем церковь единую святую католическую и апостольскую. И по причине нашей веры наша экуменическая задача состоит в том чтобы сделать видимым это единство которое всегда является даром от Бога. И так под чем подписался представитель церкви адвентистов седьмого дня. От имени церкви адвентистов седьмого дня он подписался и согласился с тем что есть только одна церковь и как она названа в этом документе она названа здесь единой святой католической и апостольской. То есть вы понимаете представители различных церквей которые я перечислил выше согласились с тем что существует только одна церковь и она в этом документе названа единой святой католической и апостольской. А кто называет себя единой святой католической и апостольской церковью? Да верно, это римско-католическая церковь. Именно она претендует на все эти характеристики — единая, святая, католическая и апостольская. А сейчас мы прочтем отрывок чуть ниже. Часть этого отрывка отмечена желтым цветом, но я прочту чуть больше, чтобы вам было понятно о чем здесь говорится. Здесь написано «Существуют разные концепции, особенно в отношении церкви и ее единства, таинств и служений. Иисус Христос открыл нам на кресте Свою любовь и секрет примирения. Мы хотим следовать за Ним во всем, что только возможно, чтобы преодолеть проблемы и препятствия, которые все еще разделяют церкви.» Обратите внимание слово «церкви» здесь стоит во множественном числе. То есть вы понимаете, что они пытаются этим словами сказать? Ну во-первых, все написано опять-таки под прикрытием слова «любовь». Сатана в наше время облегся в христианские одежды, потому как он прекрасно осознает, что переодевшись вот таким образом, он сможет обольстить гораздо большее количество людей, чем когда он просто отрицал существование Бога. Ничего не подозревающие массы людей слышат знакомые им слова, наподобие тех, которые мы сейчас с вами прочитали в этой хартии. Люди слышат такие слова как «Христос», «Любовь», «Христа», «Крест» и ошибочно полагают, что все процессы идут под управлением Божиим. А на самом деле всем этим объединением заправляет Сатана. Скажите друзья, может ли Бог пребывать со всем этим Вавилоном, если ни у одной из церквей, входящих в этот Вавилон, нет ни малейшего желания принять библейскую истину, а есть только одно желание объединиться все вместе для исполнения планов Божьего противника. Скажите, разве не то же самое единодушное стремление охватило однажды строителей Вавилонской башни? Ни у кого из них не было ни малейшего желания покоряться Богу и расселиться по земле. Они хотели сделать только одно. Они хотели сделать себе имя и построить себе башню высотой, как они думали, до небес. И то что сейчас строится это тот же самый Вавилон. И построение этого Вавилона происходит под управлением того же самого духа Сатаны, который в древности управлял строителями Вавилонской башни. И еще они говорят, что несмотря на то что существуют различия в церквах, но они, те кто подписались под этим документом, они делают все возможное, чтобы преодолеть проблемы и препятствия, которые все еще разделяют церкви. Ниже в этом договоре или в этой экуменической хартии идет подраздел, который называется «Наши цели». То есть какие цели они пытаются достичь. И в этом подразделе написано «работать силой Святого Духа и искать видимого единства Церкви Иисуса Христа в одной вере, в свидетельстве и в общем служении». Ключевая фраза здесь «искать видимого единства» — это хорошая фраза, но если мы с вами вспомним о том, что все участники этого договора не стремятся изменить свои ошибочные с точки зрения Библии взгляды и верования, а стремятся только к одному — к единству, то становится понятно, что такого единства можно достичь только одним путем, а именно закрыть глаза на то, что их всех разделяет. Не заострять внимание на различиях, а говорить только о том, что их всех объединяет. Вот каким путем они пытаются прийти к единству. Библия учит о том, что мы верующие люди должны быть едины. Но единство которое предлагает Бог и единство которое предлагает Сатана — это два разных вида единства. Бог хочет привести нас к единству тем, что мы примем истину и отвергнем ложные учения, ложные взгляды. Вот Божий план как мы должны прийти к единству. То есть Бог приемлет единство только на основании истины. Дьявол же предлагает нечто совершенно обратное. Дьявол наставляет своих последователей и внушает им не важно во что вы верите. Главное будьте едиными. Закройте глаза на все ваши противоречия, отставьте в сторону все ваши доктрины и учения и объединитесь на основании того что у вас есть общее. Для нас с вами будет интересно прочитать то что было написано во втором разделе этой экуменической хартии. Этот раздел называется «Совместная проповедь Евангелия». Друзья я нахожу это достаточно интересным. Все подписавшиеся под этим документом согласились с тем что нужно всем вместе проповедовать Евангелие. Ну во-первых скажите какое Евангелие они собираются все вместе проповедовать. Если в Вечной Евангелии с 14 главы книги Откровения стихи с 6 по 12 то в этих стихах Библии есть призыв поклониться сотворившему небо и землю. Большинство из подписавшихся соблюдают воскресный день, о котором Бог ничего не говорил в своем слове. Скажите как можно вместе проповедовать Евангелие если у всей этой разношерстной публики взаимопротивоположные взгляды? Скажите как адвентисты могут проповедовать вместе Евангелие с теми кто отвергает истину? Вся проповедь будет сведена к одному предложению. Бог нас всех любит. А теперь давайте прочтем следующий раздел из этой экуменической хартии. И они здесь пишут следующее. Мы обязуемся. Видите? Мы обязуемся они говорят. И дальше идет текст того что они обязуются делать. Все вместе обязуются делать. Послушайте. Это интересно. И так они здесь пишут. Мы обязуемся сообщать другим церквам о наших инициативах по евангелизации и достигать договоренностей в этом отношении, чтобы избежать вредной конкуренции и опасности новых разделений. То есть то что я понял после прочтения этого раздела. Если например адвентисты седьмого дня хотят провести евангельскую кампанию, то согласно тому что они подписали в этой экуменической хартии адвентисты должны сообщать другим церквам о своих инициативах по евангелизации. То есть к примеру приезжает например Марк Финли или любой другой адвентистский пастор-евангелист в какой-либо город планируя там провести евангелизацию. А представитель католической церкви или любой другой протестантской церкви ему говорит. Уважаемый! Ваша церковь в январе 2020 года подписала экуменическую хартию, согласно которой вы должны проинформировать нас и сообщить другим церквам о ваших инициативах по евангелизации. Предоставьте пожалуйста нам ваш план о чем вы хотите говорить в этом городе. Друзья и когда они рассмотрят эти планы и увидят в этих планах что адвентистский пастор хочет говорить тему например о Вавилоне, о звере из 13 главы Откровения который есть папство или о начертании зверя который есть отступивший протестантизм. То как вы думаете разрешат ли такому адвентистскому пастору проповедовать в этом городе? Конечно же не разрешат. Почему не разрешат? Потому что уже адвентистская церковь подписалась в этой хартии и куменической хартии поставила свою подпись под тем что они должны согласовывать свою евангельскую деятельность с представителями других церквей. И также друзья обратите внимание на фразу которая была вписана в эту хартию. Здесь написано следующее. Что бы избежать вредной конкуренции и опасности новых разделений. Я не знаю что вы думаете по этому поводу, а я вижу что те кто составляли и подготавливали эту икуменическую хартию постарались так подобрать слова и выражения что бы загнать всех в одну единую религию под управлением католической церкви и под управлением Папы Римского что и было отмечено в этом документе. Как вы услышали все кто подписал эту икуменическую хартию согласились с тем что они все исповедуют единую церковь. Единую святую католическую и апостольскую церковь. Ну хорошо давайте сейчас перейдем к следующему третьему подразделу этой икуменической хартии. И этот подраздел называется «Идти навстречу друг другу». Обратите внимание опять таки не изменить свои взгляды и согласовать свои взгляды с учением Библии а просто идти навстречу друг другу оставить учение Библии в сторону и адвентистский пастор поставил свою подпись под этим документом. В этом третьем подразделе они пишут «Мы отмечаем что примирение уже выросло в экуменическое движение. Важно распознавать духовные дары разных христианских традиций учиться друг у друга и принимать дары друг друга». Вы вообще понимаете друзья как сатана уверенно продвигает свои планы. Я прочту эту фразу еще раз. Они пишут «Мы отмечаем что примирение уже выросло в экуменическое движение. Уже выросло». Оно бы не выросло друзья если бы кто-то так активно не продвигал все это. И еще. Вы обратили внимание на то что они пишут в этой хартии «Важно распознавать духовные дары разных христианских традиций. Какие дары и от кого эти дары? Никого из участников этот вопрос не интересует. Скажите друзья от кого могут быть дары у отдельного человека или группы людей которые отвергают ясную библейскую истину? Запомните то что я сейчас вам скажу. Бог никогда не дает свой Святой Дух тем которые отвергают его истину. Еще раз я это повторю. Бог не дает свой Святой Дух и не наделяет духовными дарами тех которые отвергают его ясную истину. Это настолько просто друзья. Библия ясно говорит об этом. Давайте прочтем вместе текст Библии записанный в книге «Деяния апостолов». Здесь записаны слова апостолов которые сказали однажды «Свидетели Ему все мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему». Друзья так кому согласно этого текста Бог дает своего Святого Духа? Здесь сказано Духа Святого который Бог дал повинующимся Ему. Дух Святой и дары Духа Святого даются только тем кто повинуется Богу и Его Слову. А чьи дары получают те кто не повинуется Богу и Его Слову такие люди получают подделку от сатаны. Подделку даров Святого Духа. Но они смогут с этим ложным даром совершать и знамения и чудеса. Но все это будет делаться под руководством Духа Дьявола. И так давайте еще раз прочтем то по чем они все там подписались включая адвентистского пастора. Здесь написано «Важно распознавать духовные дары разных христианских традиций. Учиться друг у друга и принимать дары друг друга». Скажите чему мы можем научиться у католической церкви и у отступивших протестантских церквей. То есть участники этой экуменической хартии пытаются внушить всем что нужно принимать все дары отступивших от Бога церквей. Церковь соблюдает воскресный день вместо субботнего. И Бог закрывает глаза на это и дает ей этой церкви свои дары. Например католическая церковь называет Папу Римского наместником Сына Божьего и утверждает что каждый католический священник во время месы может сотворить Бога. А Бог закрывает глаза на это и дает ей этой церкви свои дары Святого Духа. Вы понимаете как далеко можно зайти с такими формулировками. И адвентийский пастор поставил свою подпись под этим документом. Он согласился с тем что там написано в этой экуменической хартии. А теперь наверное пришло время сказать пару слов об этом адвентийском пасторе который осмелился подписать этот экуменический документ. Его зовут Джованни Кокамо. Как стало известно адвентийский пастор Джованни Кокамо был секретарем униона церкви адвентиста седьмого дня в Италии с 2011 по 2014 год. То есть вы понимаете какую должность занимал этот человек. Он не является знаете каким-то простым рядовым пастором маленькой никому не известной общине. Он исполнял обязанности на должности секретаря Итальянского униона. Вот вы сейчас видите пастора Джованни Кокамо на фото. Он отмечен красной стрелкой здесь. Представители разных церквей устроили марш в знак солидарности внутри католической церкви в Сан Паоло Маджори. А на этом фото адвентистский пастор Джованни Кокамо стоит второй слева и следующее фото пастор адвентистов седьмого дня Джованни Кокамо дает 17-минутную проповедь освещающую это историческое событие, подписание этой экуменической хартии. Сейчас я хочу прочитать одну цитату из того что писала однажды в своих пророческих трудах вестница Божья Элен Вайн. Она пишет «Слово Божье заявляет прямо, что законы Иеговы будет находиться в презрении и будет попран миром. Будет наблюдаться все возрастающее беззаконие. А теперь внимательно послушайте. Протестантский мир образует союз с человеком греха, а церковь и мир объединятся в грехомном единстве» Это цитата из библейского комментария том 7 стр. 975. И вот как раз подписание адвентистами седьмого дня этой экуменической хартии стало еще одним шагом к тому что бы стать частью этого беззаконного союза с человеком греха. Вместо того чтобы проповедовать трехангельскую весть адвентисты в разных странах мира подают руку человеку греха объединяясь с ним в нечестивый союз. А теперь мы с вами в течении несколько минут рассмотрим то какова была реакция со стороны руководства церкви адвентистов седьмого дня реакция на подписание этой экуменической хартии. Кто взял на себя ответственность за это беззаконие? Нужно сказать что за последний месяц в Риме произошло два события связанных с экуменизмом и в обоих этих экуменических событиях участвовали представители церкви адвентистов седьмого дня. Первое событие это подписание этой экуменической хартии а второе событие это неделя межрелигиозного согласия. Эта неделя межрелигиозного согласия проходила с 3 февраля 2020 года и опять таки она проходила в Риме. Адвентисты седьмого дня участвовали в обоих экуменических событиях. Нужно сказать что это были не какие-то единичные или случайные встречи. У итальянских адвентистов существует давняя история экуменизма и те кто ответственен за эту историю находятся на высшем уровне руководства в церкви адвентистов седьмого дня. Тед Вильсон когда он посетил Италию высказался по этим вопросам. Давайте сейчас послушаем то что сказал Тед Вильсон. Это короткое видео с переводом на итальянский язык. Для того чтобы сократить время просмотра мы убрали перевод на итальянский и оставили только речь Теда Вильсона на английском языке. Давайте послушаем то что сказал Тед Вильсон при посещении Италии. Здесь в зале сидят руководители итальянского униона в церкви адвентистов седьмого дня. Я хочу чтобы вы поняли что существует большая разница между тем чтобы устанавливать дружеские отношения с представителями правительства и с лидерами других церквей и экуменизмом. Адвентистская церковь никогда не будет участвовать в экуменизме. Экуменизм пытается найти какое-то общее основание с другими церквами и при этом мы должны оставить какие-то пункты нашего учения и другие участники этого движения должны также оставить в сторону своей верования и искать какой-то путь для того чтобы можно было продвигаться дальше. Адвентисты седьмого дня основывают свою веру на святом божьем слове как однажды сказали апостолы «должно повиноваться больше Богу нежели человекам». Библия также учит нас молиться о наших руководителях и относиться дружелюбно к другим людям. И огромную работу в этом направлении выполняет отдел общественных связей и религиозной свободы. Мы должны устанавливать дружеские отношения с другими людьми. В этом направлении нам предстоит еще много потрудиться. И здесь в Италии должны развивать дружеские отношения с премьер-министром Италии Андриотти. Для того чтобы представить нашу точку зрения нужно время. Адвентисты седьмого дня должны находиться в первых рядах чтобы подружиться с другими людьми. И в то же время мы не должны идти на компромисс в вопросах нашего учения. Как вы уже наверное заметили Тед Вильсон определенно обладает способностью убедительно говорить. И в этом своем выступлении Тед Вильсон применил все свое красноречие для того чтобы успокоить слушателей и объяснить им что церковь адвентистов седьмого дня не занимается экуменической деятельностью. И также убедить их в том что все экуменические встречи и подписание совместных хартий, деклараций и прочих документов происходит только с одной целью завязать дружеские отношения с представителями других конфессий. Тед Вильсон отметил что церковь адвентистов седьмого дня не идет ни на какие компромиссы по вопросам истины. Я выскажу свое мнение друзья. Я не очень-то верю тому что говорит Тед Вильсон. Он много и красиво говорит но на выходе мы видим что происходит в церкви. Однажды Тед Вильсон уже сказал что иезуиты не оказывают никакого влияния на церковь адвентистов седьмого дня. Но мы с вами знаем что это не так. Мы с вами знаем что иезуитов приглашают для выступления в наших учебных заведениях и они работают на различных должностях преподавателями в адвентистских университетах. Но Тед Вильсон пытается сделать как говорится хорошую мину при плохой игре и создать впечатление что все идет нормально. Не волнуйтесь мы не участвуем в экубинизме. Не знаю как вы я уже давно не очень-то верю тому что говорит Тед Вильсон. Друзья в наших предыдущих программах мы уже неоднократно показывали и говорили о том что говорит Тед Вильсон одно а делает обычно Тед Вильсон и его помощники совершенно другое. Но тем членам церкви которые не понимают что происходит на самом деле им кажется что все что происходит это нормально. Тед Вильсон же сам сказал что мы не занимаемся экуменической деятельностью. Значит так оно и есть. Что вы на это скажете друзья? Вопрос который я хочу вам задать следующий. Идут ли на компромисс адвентисты седьмого дня подписывая эту экуменическую хартию? Идут ли на компромисс лидеры церкви адвентистов седьмого дня когда ставят свою подпись под документом в котором ясно написано. Я процитирую это еще раз. Здесь написано мы исповедуем церковь единую святую католическую и апостольскую. Я догадываюсь что найдутся такие из наших зрителей которые скажут. И что в этом страшного если бы эту экуменическую хартию подписал бы Тед Вильсон или кто-то из сотрудников генеральной конференции церкви адвентистов седьмого дня. Но ее подписал никому не известный пастор представитель итальянского униона. Скажите а как по вашему имеет ли силу БМЕ документ который от имени церкви адвентистов седьмого дня однажды подписал человек по имени Рауль Дедерин. В этом документе отмечалось что мы принимаем евхаристию. Мы принимаем крещение младенцев которые совершаются в других церквах. И этот БМЕ документ однажды подписал малоизвестный человек Рауль Дедерин от имени нашей церкви. И адвентистская церковь придерживается то что было тогда им подписано в этом документе. И это подписанное в январе 2020 года экуменическая хартия точно так же будет соблюдаться. Хартия которую подписал малоизвестный адвентистский пастор из Италии которого зовут Джованни Кокамо. Друзья если вы думаете что в этом подписании нет ничего плохого то вы ошибаетесь. Лед тронулся и уже давно и многие этого так и не заметили. Или заметили но упорно не хотят в это верить. Знаете как дети обычно реагируют и поступают когда им очень страшно. Что они делают? Они закрывают глаза чтобы не видеть объект своего страха. Точно так же поступают и некоторые адвентисты седьмого дня. Они закрывают глаза и таким образом у них создается иллюзия что все идет нормально. Они не хотят верить то что руководство их любимой церкви идет по пути объединяясь в экуменический союз. Они говорят Тед Гельсон же сказал что все нормально мы не занимаемся экуменической деятельностью. А мы должны верить нашим руководителям их же Бог поставил. Знаете многие пребывают в иллюзии что церковь адвентистов седьмого дня живет как и раньше но на самом деле все уже активно меняется. И все меняется прямо перед нашими глазами. И самое страшное то что меняется наше с вами мировоззрение. На что в принципе и направлены все эти экуменические встречи. Нас больше уже не волнует если какой-нибудь адвентистский пастор помолился вместе с представителями других веросповеданий в католическом или иезуитском храме. Нас уже не сильно волнует если кто-то из адвентистских пасторов говорит что мы с католиками буддистами и мусульманами служим одному Богу. Нас с вами уже не слишком беспокоит. Мы видим информацию о том что какой-нибудь адвентистский пастор участвовал вместе с представителями других церквей. И это подписание адвентистским пасторам экуменической хартии нас тоже не очень то волнует и беспокоит. Мы постепенно с вами ко всему этому начали привыкать и это самое опасное друзья. Привыкать к этому очень опасно потому как когда мы проснемся то будет уже слишком поздно что-либо делать. Сатана тогда уже создаст свою единую как мы сегодня читали единую святую католическую и апостольскую церковь в которую войдут представители всех отступивших от Бога сил. И они все единым фронтом выступят и против Бога и против остатка народа Божьего. Хорошо. Наверное будет интересно отметить как на это подписание отреагировали в интер европейском дивизионе куда территориально входит итальянский союз. 24 февраля 2020 года вышел пресс-релиз интер европейского дивизиона в котором было отмечено что они не поддерживают то что сделал этот пастор подписав эту экуменическую хартию. Но у меня возникает один вопрос. Как вы думаете друзья мог бы пастор Джованни Кокамо так свободно пойти и участвовать в подписании таких вот экуменических документов зная что его действия вызовут недовольствие его церковных руководителей. Нет не мог. Но он пошел. Почему пошел подписывать? Потому что он заранее знал мнение своих церковных лидеров. В официальном адвентизме уже давно ведется двойная игра. Рядовым членам церкви рассказывают басни о том что мы категорически против экуменизма и в то же самое время лидеры церкви под различными предлогами участвуют и в экуменических встречах и в подписании экуменических документов. Классик однажды написал «Все смешалось в доме Облонских». Вот такая же неразбериха происходит сейчас и в церкви адвентиста седьмого дня. Правая рука не знает то что делает левая. Или может быть знает. А что вы думаете по этому вопросу? Напишите нам свое мнение в комментарии под этим видео. А нашу сегодняшнюю тему я хочу окончить чтением одной цитаты из трудов Духа Пророчества. В этой цитате Эллен Уайт пишет следующее «В битве которая разразится в последние дни против народа Божьего объединятся все расленные силы, которые отступили от верности закону Иеговы». В этой борьбе суббота четвертой заповеди окажется объектом грандиозных разногласий. Ибо в этой заповеди законодатель называет себя творцом неба и земли. Конец цитаты. Это цитата из книги Маранафа. Эллен Уайт написала эту книгу. Вот чем окончится друзья подписание всех этих экуменических артий и экуменических соглашений с папством и с отступившими протестантами. Пусть Господь благословит нас и даст нам духа мудрости, чтобы мы в это время смогли различать истину от лжи, потому как без небесной глазной мази отличить ложь от истины будет невозможно. Пусть благословит нас в этом Господь. Аминь. Великая борьба. Именно так можно назвать величайшее противостояние за всю вечность. Это не просто спор между царствами и не философские дебаты, но грандиозное, опасное и судьбоносное противостояние, затрагивающее всю Вселенную. Это борьба между добром и злом, между Христом и сатаной. И хотя в результате войны на небесах противник Бога проиграл, мы с вами все еще видим проявление зла. Оно рядом с нами и даже в нас, поскольку сатана поработил наш мир. Так великая борьба была перенесена с небес на землю. Мы рекомендуем вам уникальную книгу, описывающую историю этой борьбы за последние 20 веков. И если кто-то представляет себе ее как голливудскую сказку, где ангелы и демоны сражаются на огненных мечах, то из этой книги вы узнаете, что зло гораздо искусней, изобретательней и смертоносней. Мы живем в то время, когда величайшая борьба происходит не просто в мире, а в христианских церквях и сердцах людей. Это последний бастион сил тьмы. Из Священного Писания мы точно знаем, что победа Христа уже одержана. Злу нанесена смертельная рана на кресте. Вот почему нет более никакой нужды скрываться и таиться, как будто нас некому защитить от зла, как будто не существует ясной истины и нет полного спасения от греха. Ведь победа одержана, защита гарантирована, истина обозначена и спасение совершено. Ссылки на книгу в текстовом и аудио-вариантах можно найти в описании к видео, а также в сети интернет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok